Очень эластичный, но большой в этот раз. Прям мы гетеросексуалы, мы сразу ищем нужные ассоциации. Именно на это оно и похоже. Физкульт, привет из Берлоги! Сегодня нас ждет интересная серия по ремонту КГШ. Интересное колесо, почему оно здесь оказалось, что же вам расскажу. Но прежде чем этим заняться, хотел бы поздравить победителя, ответившего правильно на вопрос, зачем нужна эта кочерга в сельхозшинах. Не далее, как пару дней назад она мне очень хорошо помогла, но помогает она не во всех случаях. Ссылка и имя будет его на экране. Алекс с русскоговорящей фамилией, даже стесняюсь произносить. В подарок ему идет у нас абсолютно новая, классная, кайфовая майка ТЭК Раша. Поздравляем бы! Так держать! На голове у меня подарок из Америки от великого гонщика Носкар, The Fall номер 20 с его автографом. Подписывайтесь на мой инстаграм, я думаю, его укажут. У него там много очень интересного. ТЭК Раша является спонсором этого великого гонщика. Так что рекомендую к просмотру. Возвращаясь к нашим большим колесикам, что у нас здесь произошло. Именно эту шину мы не чиним как ремонт изначально, как он был, было после повреждения. Мы переделаем чужие ремонты. Здесь мы видим следы от сабли. Сабля это такая приспособуха между шинами, между колесами. Болтается такая жлыга, которая выкидывает камни из парки, если они там застревают. Следы немножко касания видны. Но здесь, после ремонтного вздутия, которое здесь было, сабля это повредила. Что стало, что не похоже на что? Все правильно. Мы гетеросексуалы, мы сразу ищем нужные ассоциации. Именно на это оно и похоже. Но самое интересное там изнутри. Мишлен 2700 R49 шина. Изнутри этот псевдоремонт выглядит вот так. Естественно, ассоциации вызывают те же самые, все тоже, средства женской гигиены. И вот этой всей вагинопластикой мы сегодня займемся исправлением. Причем, у вас до конца ролика будет, правда, немножко времени. Напишите, что это за ремонтный материал. И, вероятно, кто-то знает, где его используют. Я, конечно, в конце видео скажу вам это. Вряд ли вы мне поверите на слово. Но, отвечая, Вася, это все так и есть, как я расскажу. Очень интересная тема, конечно. Гиблая. И ребята, которые этим занимаются, преподносят это как последний писк вообще в шинеремонтном деле. И все мы, кто использует нормальные, хорошие пластыря для ремонта и классическую разделку, отставшие там в каменном веке. Но, как бы, я знаю этот гребаный мир, я знаю, где каменный век и где вот эти альтернативщики. Плюс еще ТАПРАП технология есть такая. Кто интересовался, наверняка ее знает. Но у нас в России нет, по сути, ТАПРАП. У нас есть псевдо ТАПРАП и подражатели ТАПРАП, начиная с востока, кончая с западом, ну или наоборот, как хотите, без разницы, тоже преподносится как супер-мега-ремонт. И на самом деле цель ТАПРАПа совсем не в том, что вот такие повреждения ремонтировать. Там другая цель. Будет интересно. Ну, мне есть что рассказать, но я не хочу, честно говоря. Поинтересуйтесь, на английских сайтах все эта информация расположена, все можно найти. Поэтому это совершенно другой мир. Но вот это, говорю, на данный момент преподносится как супер-последний писк. Таких ремонтов мы уже переделали кучищу. Именно после вот этих вот прокладок с вагенитом. С чего мы начнем? Сейчас мне нужно наружную вот эту чашечку все прибрать в нужный хороший предремонтный вид. Пользуемся мы, так как у меня здесь выходы для воздуха, есть везде практически 6 бар с маслом. Воспользуюсь 2500 пневмодрель, которая даст мне и мощность. При работе с колпачковым обрезателем все номера это будут на экране. И начнем убирать вот эти... Кто там? Кто занимался вот этой вот штучкой-дрючкой? Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Не забываем об средствах индивидуальной защиты. Глаза нам даются один раз и на всю жизнь. Чай! Чай! Закончили вагинопластику. Обработали нормально все вот эти губы в правильную форму. Привели, все это нужно как все любят. Для дальнейшего ремонта нам пригодится. Пользоваться, естественно, все инструментом с каталога. Ссылки на все-все-все-все-все инструменты будут в описании. пневмодрель низкооборотистая которая прям две с половиной тысячи мне очень заходит на самом деле для обработки таких шин и изнутри убрали весь этот прокладон весь этот вагенит излечили привели в нужное красивое хорошее здоровое состояние вот этот весь порез повреждение привели то есть к работоспособному такому виду снаружи все это выглядит офигенно классно чисто у нас осталось только обработка сейчас текстурной щеткой конечно для вас это прошел пшика для нас это очень много мега трудочасов и изнутри продемонстрирую что там у нас получилось все эти средства гиены убрали убрали энерлайнер энерлайнер убирается в таких шинах это единственная машина кгша которые по технологии требуют убрать энерлайнер для осуществления качественного ремонта осталось тоже также обработка текстурской текстуркой нанесение heavy duty синего клея термо хердюте синего клея 775 и самое главное что хотел вам подемонстрировать у меня теперь и сейчас ст 60 а а и а заплатка 60 офигенная классная кайфовая тиковская штучка из америки на зеленом венике очень эластичная очень мягкая там возможно всего лишь один слой кевлара не знаю на самом деле сколько но он один и черный адгезивный слой термо q синим вот этим цементом 775 это будет самая ядерная смесь по визе кайфовая классная штучка продолжаем вести наблюдению самое интересное у нас позади уложили этот классный кайфовый очень эластичный но большой в этот раз прям наверное не самый большой в моей жизни но за последнее время скажем очень огромный пластырь кевларовый тиковский все inside внутри за экструдировали экструдером могучей хорошей шнуровой резины и упаковали все это в очень интересный кайфовый на мой взгляд самый лучший вулканизатор altai 5 он мобильный он легко помещается автомобиль то есть на выездные какие-то работы одному его не проблема упаковать здесь в эту шину также все как видите по сути работаем без стоек но это конечно небезопасно но мы профессионалы не повторять это опасно и вулканизатор настолько хорош что наш самый лучший друг в мире так раша аркадий борисович готов продавать круглосуточно телефон я укажу лично каждому можете звони хоть в четыре хоть шесть утра по питерскому времени он всегда готов вам продать этот супер классный вулканизатор он уже остывает давление сейчас мы скоро сбросим обточим и покажем результат который у нас получился по итогу не переключайтесь дальше будет еще интереснее тогда все готово на данном этапе снаружи провели естественно всю эту обработку косметическое ослое резины однородный классный массив получился без всяких раковин каверн рытвин рыхлий недовулканизированных участков или чего-то такого подобного гадости мы не наблюдаем и это классно это то чего мы и хотели добиться снутри равномерно приклеенный пластырь эластичный 60 и а термо киум классная темка дорогой кайфовый круглосуточно аркадий борисович готов продавать телефон я наверно лично укажу каждому и также он готов продавать алтай 5 вулканизаторы которые естественно мы уже демонтировали и которые послужат свою службу классный кайфовый мобильный самое главное что мне нравится вулканизатор но помимо всего этого нужно для ремонта таких шин все-таки огромное большое теплое помещение где эти шины должны прогреваться просушиваться и все в таком духе плюс коллектив хороший подготовленный коллектив это конечно же все это вызывает хороший ценник за ремонт таких шин потому что допустим если я буду один какой-нибудь голубятник как большинство 90 процентов у нас на монтажных мастерских присутствует по всей россии я ничего с этой шины не сделаю если мне ее привезут все мы только посмотрим глазками похлопаем ручками там помашем друг другу и разойдемся поэтому это такой очень сложный хороший кайфовый процесс на самом деле и заканчивая вот этот ремонт а точнее переделку псевдоремонта с крупногабаритной шиной michelin 2700 r49 должен закончить тем что расскажу из чего состоит вот этот квази залипон из города героя кто знает тот напишет почитайте внимательно откуда все это идет я объясню на попроще языком чтобы поняли это простые слушатели простые пользователи шин а не только специалисты по ремонту из чего все это состоит и все это на самом деле происходит потому что у нас в стране безнаказанности как сказал черный джек из фильма человек с бульвара капуцинов эту страну погубит коррупция затраты на материал там по сути 0 копеек а то даже может быть и в минуса как-то уходит потому что никакого материала по сути не куплена я думаю откаты попилины будь здоров довольны все и механики исполнительные несчастливы только собственник вот этих шин которому сделали этот ремонт и те люди которые приобрели эти шины как бушный товар там беда бедовая честно говоря в общем этот псевдопластырь которые называют прокладкой не стесняясь этого слова то есть это прям реально прокладка состоит а точнее говоря изготовлена из как вы представляете допустим каркас грузовой шины состоит из радиальных тросов каркасом браке есть каркас и брекерный пакет который окружает вот этот каркас на ну чтобы понятно было кольцо и вот из этого брекерного пакета нарезаются нужные вот эти прокладки нужной длины и таким образом я только не понимаю кто это придумал и каким образом они думают что это будет работать потому что по сути это сетка рабица которые не пытаются скрепить радиальные нити она ведь растягивается как гармошка у крокодилы гены на день рождения как они это придумали почему они это преподносят кстати кстати они жестко преподносят это как ультра современный мега ремонт до которого всем производители ремонтных материалов еще сшагать там стоили 200 лет так что подумайте над этим как это происходит я честно говоря не догнал вообще вот их мысли вот этого инженерная мысль которых я ненавижу инженеров кстати по этому поводу тоже и напишите что вы думаете о таких вот пластырях и о таком подходе ремонта это в принципе тоже ведь что и резинокорт и все тому подобное вот эти вещи залипоны так что радуйтесь что пока мы еще можем покупать нормальный материал ремонтный в нашей стране потому что вдруг вдруг придется это к тому что не до неба что все это исчезнет конечно не хотелось бы делать и нормальные хорошие качества ремонта чтобы все-таки шиномонтажники было были элитными мастерами они вот этими грязными сопливыми с перегаром черно жопиками с голубятин всяких во дворе и никогда не обманывайте клиент а